Сергей Жирнов, бывший старший офицер службы нелегальной разведки КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации, эксперт по международным отношениям и спецслужбам к нам присоединяется. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, коллеги, и всем нашим зрителям привет. Начнем с интервью Пригожина, кремлевскому политтехнологу, где он хвалит ВСУ, критикует ход спецоперации и дает свой рецепт продолжения войны. Мобилизация, закрытые границы и работа для фронта. Чью здесь роль примеряет на себя Пригожин? Не самого ли верховного главнокомандующего? И если да, на кого рассчитаны все эти его тезисы? Начало ли доходить Пригожину и, возможно, всем другим в кремлевских кругах о том, что что-то идет не по плану? Ну, в кремлевских кругах это дошло давным-давно до всех, кроме Путина. Пригожин тоже все это понимает и очень хорошо формулирует в смысле критики этой самой операции, которая проводится в Российской Федерации. В смысле уважения к украинской армии тоже все хорошо. Он выводы неправильные из этого делает. Потому что если у Российской Федерации нет армии и все плохо, то зачем вообще продолжать эту войну? Вот это совершенно непонятно. То есть это интервью у Пригожина вообще надо брать всегда половину. Вот точно так же, как у Гиркина. Надо половину того, что они рассказывают. Первая половина хорошая, вторая половина полный бред. Пригожин кем он является? Я уже давно говорю, что на самом деле Пригожин уже не просто руководитель банды наемников. Я даже вам предлагаю не называть это больше никаким ЧВК Вагнер, потому что юридически этой организации не существует в Российской Федерации. И она запрещена Уголовным кодексом Российской Федерации. Поэтому надо говорить, что банда Пригожина, банда наемников в этом роде. Он во главе этой банды наемников воевал примерно до сентября прошлого года. С сентября прошлого года он начал вести политическую работу. Абсолютно политическую работу. Он практически начал выборную кампанию, предвыборную кампанию 24-го года и борется за пост президента Российской Федерации. И в этом смысле он, конечно, представляет огромную проблему для Путина. То есть, с одной стороны, он нужен Путину, потому что это давление на Шойгу и на военных с Герасимом вместе. А с другой стороны, для него проблема, потому что он пошел в политику, у него образовались политические амбиции. Плюс у этого человека есть деньги, у него есть вооруженные люди. И это представляет большую проблему для Путина. Слушайте, Сергей, вот озвучу мысль, которая мне только что пришла в голову по поводу отношений Путина и Пригожина. Разные мнения высказываются насчет того, но в принципе они сходятся к одному, что Пригожин с одной стороны выгоден Путину, но с другой стороны он пересекает красные линии. Собеседники издания «Медуза» в Кремле говорили о том, что это чуть ли не угрожает Пригожину жизнью. Но все же, когда речь идет о том, что задают вопросы, а Путин мог бы убить Пригожина? Нет, нет, обычно отвечают эксперты, не мог бы, потому что там, даже не просто, потому что он ему выгоден, и наемники из его банды, они достигают больших и лучших успехов, нежели Минобороны Российской Федерации в войне с Украиной. Но, когда речь идет о том, что Путин там, он побоится его убивать, да, ну смотрите, Немцова, соперника Путина, даже так, он даже не был соперником, потому что он ни по одному соцопросу не набирал какого-то огромного количества желающих за него проголосовать на там предстоящих выборах президента. Но Бориса Немцова убили, фактически, под стенами Кремля. Вопрос риторический. Что тогда мешает Путину убрать со своей дороги Пригожина? Это раз. Второе, то, что мне пришло в голову. Не думаете ли вы, ну так гипотетически, что в разговорах и допущениях о том, кого Путин готовит преемником, очень много говорят о сыне Патрушева Дмитрии, но почему-то не говорят о Пригожине. Почему Путин не может убить Пригожина? Может. Я, кстати, не раз уже высказывал такое мнение, что Пригожин будет следующим президентом Российской Федерации, если его не убьют до этого. То есть я как раз такую вещь абсолютно предусматриваю. Вот вы сослались на пример Немцова, я вам приведу другой пример генерала Лебедя. Пригожин больше походит не на Немцова, а на генерала Лебедя, потому что все-таки Немцов был абсолютно оппозиционным политиком в последнее время. И он больше не был встроен в систему государственной власти, когда его убивали. А генерал Лебедя, когда его убивали, он был секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. То есть занимал место Патруши. И вполне себя уже видел будущим русским генералом, который выставляет свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. И, кстати, у него был вполне потенциал для того, чтобы им стать. Вот у Пригожина абсолютно такой же потенциал. Почему Путин его сейчас не может убить? Да потому что Пригожин находится на фронте. Вокруг него сейчас худо-бедно тысяч 10 головорезов есть, включая самых ближних головорезов, которые являются его охраной. И поэтому на фронте его убить довольно сложно. Можно, конечно. Для этого нужно просто украинской стороне слить координаты того места, где находится Пригожин, и туда прилетит хайп. Но вы сами понимаете, что таким способом, конечно, убивать оппонента допустимо, но тогда, когда есть железная гарантия, что это никогда не станет состоянием общественности. А украинская сторона сначала может ликвидировать Пригожину, а потом слить то, что его координаты им прислали прямо из Кремля. По этому поводу, к сожалению, для Путина уничтожить Пригожина на фронте довольно сложно. Кстати, даже для армии, для ФСБ это довольно проблематично. Не арестовать ничего, потому что он находится вокруг головорезов вооружённых. А вот когда он уйдёт с фронта, вот тут начнётся самое интересное. Да, вот Сергей, раз об этом. Уйдёт ли Пригожин с фронта, как грозится, уже неоднократно, но теперь новая дата. С 25-го начнётся вывод группировки Вагнера в тыл, в Россию, для перегруппировки на два месяца. До 1 июня планируют, что наёмники прям совсем оставят Бахмут и передадут оборону города, который они захватили, как они утверждают, в руки подразделений Минобороны Российской Федерации. Вот как вы думаете, действительно ли вагнеровцы уйдут? У Пригожиной сейчас очень сложная ситуация, потому что ему, с одной стороны, нельзя оставаться, а с другой стороны, нельзя уходить. Вот в чём проблема. Потому что если он уйдёт, то его убьют. А если он останется, то начнётся украинское фронтонаступление, и все побегут, и в том числе и Пригожин. То есть он будет уже не победителем, не захватчиком Бахмута, о котором отчитался торжественно Путин и получил его благодарность, а он будет в числе тех частей, которые будут отступать перед лицом фронтонаступления украинского. Поэтому Пригожин, кстати, понимает это всё дело, и он закладывал себе возможность уйти. Она, кстати, не сейчас закладывается, он её закладывал в начале месяца, причём гораздо более в скандальном варианте, потому что он это делал накануне 9 мая, и требовал снарядов, и говорил, что если не доните снарядов, то 10 мая, то есть сразу после праздника, на котором Путин там чего-то там говорит, обычно, надувает щёки, Пригожин грозился уйти из позиции, что является, кстати, изменой Родине и, так сказать, дезертистом на поле боя, за что полагается расстрел, строго говоря. Но этого ничего не произошло, но он всех готовил. Кстати, вся эта история была высыцана из пальцев, потому что украинская сторона подтверждает, что никакого снарядного повода по отношению к предыдущим четырём месяцам с российской стороны не было. Там, конечно, был снарядный голод по сравнению с прошлым годом, потому что в прошлом году было 50 тысяч снарядов в день расходовала российская сторона, а в этом году примерно 10-15 тысяч, то есть в три раза меньше, или даже в четыре раза меньше, или в пять раз меньше. Но ничего специального в отношении Пригожина это не означало. Это, конечно, была просто отмазка. И у него сейчас патовая ситуация. Не уйти он не может, потому что иначе он будет проигравшим, а если он уйдёт, то он станет проигравшим, потому что его или могут убить. Слушайте, а вот об этом уходе при Славутом, но не с точки зрения рисков для Пригожина, а с точки зрения простоты либо сложности реализации этого ухода, о котором Пригожин уже несколько раз заявлял. Просто это так звучит, да? Я не знаю, как приписываем первому президенту Российской Федерации Ельцину фраза «Я устал, я ухожу». Ну, очевидно же, что с фронта невозможно вот просто так взять и уйти, собрать манатки и уйти. Правда же? Да, конечно. То есть на поле бой, безусловно, если вы просто собираете манатки и уходите, то вы уходите в тюрьму, потому что это означает оставление позиции во время специальной операции, то есть во время войны. За это полагается срок. Ну, Пригожину, кстати, не обязательно бояться этого, потому что для него тюрьма... Для кого тюрьма... Как это вот эта пословица? А для кого мать родная? Вот для Пригожина тюрьма мать родная. Он 9 лет пробыл в тюрьме, там выжил, и вообще все университеты свои прошел. Так что этим тюрьмой его не испугаешь. Вот, нет, безусловно, там надо готовиться, то есть они будут сдавать позиции. До этого он хотел, кстати, доманить туда Кадырова. Кадыров понял, что это подставка, значит, развел Пригожина. Там, на самом деле, все это чрезвычайно интересно. Вот если бы не было смертей, если бы не было войны, то смотреть на эту мыльную оперу, которая там происходит между Пригожиным, Шайбовым, Герасимовым, Кадыровым, там, Золотовым, Путиным, Патрушевым, Бортником и прочими всякими российскими жмуриками, было бы очень даже интересно. Но проблема заключается в том, что это происходит во время войны. Но они, конечно, будут отходить, так сказать, организованными порядками, А дальше возникает вопрос вот какой-то технический. Значит, они отошли в фронт. Они, в принципе, являются, так сказать, как бы отолченцами. То есть они не рассматриваются как военнослужащие. Да, потому что они не ведут боевые действия в составе российской армии. Следовательно, как только они уйдут с фронта, их начнут разоружать. Им скажут, дайте оружие, потому что вообще-то вне фронта нельзя носить огнестрельное оружие, тем более автоматическое, тем более боевое, там, калаши и прочие всякие пулеметы, там, и прочие всякие серьезные огнестрельные оружия ручное. Вот. А кто их будет разоружать? Вот вопрос. Да? А кто... И куда дальше они денутся? И куда денутся зэки, которые воюют сейчас в Агнеровцах и остались живы? Все эти вопросы, да, это очень интересно. Спасибо вам за ваши комментарии, Сергей Жирнов. Будем смотреть, как будут развиваться события. Сергей Жирнов, бывший старший офицер службы нелегальной разведки КГБ СССР и службы внешней разведки РФ, эксперт по международным отношениям и спецслужбам, говорили о роли Пригожина в России и о том, уйдут ли вагнеровцы с Бахмута, как обещает Пригожин, до 1 июня.